Субтитры делал DimaTorzok 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 И это было решение, оно не только Самары касалось, потому что в других городах у нас по области тоже такая же ситуация была с приостановкой этих перевозок И вот с 20 числа, собственно, в традиционные дни, это среда, пятница, суббота, воскресенье, наши садово-дачные маршруты функционируют в привычном своем режиме Я предлагаю посмотреть сюжет, затем мы продолжим нашу беседу. Сюжет касается как раз вот этой очень актуальной темы Сергей Родионов учится на художника в Санкт-Петербурге и из-за эпидемиологической ситуации приехал на родину в этом году пораньше Без пленеров долго сидеть не смог и отправился творить на дачу Практика отложилась в связи с эпидемией, поэтому приходится самостоятельно обучаться Живем в городе, это главный отдых на природе А Валентина, дачница заядлая, в отличие от Сергея, на участок едет не за вдохновением, а совершать трудовые подвиги Говорит, не терпится взять в руки лопату и грабли, чтобы покопошиться в саду Субботу, воскресенье, когда и пятницу, куда уеду, вот здесь, куда приеду Мы очень рады, ждали, с нетерпением, вот от такой радости Ой, автобус доченька Пассажирам необходимо учесть, что в этом году маршрутное расписание скорректировано С ним можно ознакомиться на сайте администрации Самары Кроме того, точное время прибытия автобусов размещено на остановочных павильонах И отображается в онлайн-приложении «Прибывалка-63» Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не изменилась Все виды льгот на садово-дачных маршрутах продолжают действовать Проезд по социальной карте, карте школьника, садово-дачной транспортной карте Также возможен проезд без льгот за наличную и без наличную оплату Дачные перевозки проработают традиционно до конца октября Юрий Михайлович, ну вот мы увидели, что на самом деле востребованы они у очень разных категорий граждан Тут и студенты, тут и пенсионеры, тут и люди в общем-то среднего возраста У нас на самом деле дачи народ любит То есть работать на земле, отдыхать на природе народ любит Отчасти коснулись этого в сюжете Но вот поподробнее, сколько стоит проезд на дачных маршрутах Сколько на сегодняшний день это составляет И какие льготы, поподробнее о льготах расскажите Что касается проезда, цифру назвать сложно, потому что специфика дачных маршрутов Там идет стоимость за километраж и на каждую маршруту у нас их 29, там идет свой тариф Минимальная стоимость проезда это 29 рублей, вот так же как в городском транспорте А максимальная там она может быть на каком-то маршруте 40 рублей, 50, 60, если какой-то подальше расположен массив Льготы, это, во-первых, можно платить не за наличный расчет А специальной садовой, дачной, транспортной картой Это удобный электронный инструмент А почему удобный? Ну потому что туда можно положить деньги по принципу кошелька И вот потом один раз внес, оплатил и этой карточкой каждую поездку расплачиваешься Потому что наши пассажиры, кто не один год пользуется, знают, что буквально вот до 2019 года у нас была немножко другая практика Раньше были вместо электронных карт такие отрывные талоны, плюс они еще продавались там фиксированным набором Например, там меньше четырех купить было нельзя, это тоже вызывало там определенные вопросы Кто-то говорил, а вот мне, допустим, только два раза надо съездить, почему я должен платить за четыре? Вот электронная карта все эти нюансы снимает Сколько нужно, столько положил, сколько поездил, столько и потратил Применяются карты школьника, льготный проезд Применяются социальные карты для всех видов у нас категорий Ну это в основном ветераны, все граждане пенсионного возраста, там ряд других категорий Большая часть пассажиров, конечно, ездит у нас по льготному проезду Потому что это удобно, ну и это дешевле, это всем привычнее Вот прозвучало, что не изменилась цена в сравнении с прошлым годом, это правда? Да, мы же анонсировали, что у нас в текущем году стоимость проезда будет фиксирована И она с прошлым годом, может быть, по каким-то маршрутам, если там где-то перенесли остановку Вот место остановки, опять же, поскольку это привязано к километражу Может быть, там где-то стало не 40 рублей, а 39 Или 41 Да, или 41, но вот принципиально ничего не изменилось А каким образом это? Потому что ведь за это время много, скажем так, событий в экономике произошло И это очень нелегко, на самом деле, сделать Это действительно нелегкие решения И вот все привыкли, что, допустим, там тариф на электричество, тариф на воду, коммунальные услуги Но, к сожалению, инфляцию никто не отменял Да, они у нас регулярно увеличиваются С тарифами на проезд у нас ситуация не совсем такая У нас есть разная практика, когда-то мы там из года в год повышаем, когда-то происходит пауза там в два, может быть, в три года Ну вот на сегодняшний день это так Вещь это затратная, но город на себя эти затраты взял и предоставил возможность садово-дачным пассажирам Ездить вот по той цене, которая была в прошлом году, без какой-то ее индексации Конечно, это все воспринимается очень положительно, потому что никто не обрадуется, когда стоимость проезда повышается И вот по нашей статистике ежегодно, ну где-то там порядка миллиона пассажиров мы вот везем на дачных маршрутах Это очень большая цифра Да, в этом году она, понятно, наверное, скорректируется, потому что, во-первых, ну мы вот не с начала сезона едем Во-вторых, это все-таки нетипичная ситуация, и мы видим, что пока у нас где-то, ну, две трети пассажиров от прошлого года То есть не в полном объеме пассажиропоток мы везем Но, тем не менее, это будет существенная цифра, и вот для всех этих людей мы и работаем Вы начали уже говорить о том, что некоторые маршруты чуть-чуть изменились Вот поподробнее об этом, как изменилась вот эта маршрутная сетка? Ну, по сути, она-то не изменилась, потому что у нас есть 29 маршрутов Вот как они в прошлом году работали, так они и работают в этом году Единственное у нас, вот перед тем, как мы маршруты открываем, всегда мы проводим, собираем комиссию Куда входят представители, там, разных служб администрации Там есть от департамента транспорта, от департамента благоустройства Мы берем с собой представителя ГАИ, в этом году еще Министерство транспорта к нам подключилось Мы проезжаем все эти маршруты, проверяем, что состояние дороги, подъездные пути Вот, что снег сошел уже, ну, когда мы там про апрель говорим Вот, что фактическое состояние дороги позволяет нам проехать, отправить туда автобус Смотрим вот то место, где пассажиров высаживают, чтобы там тоже было все обустроено Если где-то что-то, выявляем какие-то недостатки, там, проводятся соответствующие работы Или отсыпать, или разметку нанести, или еще что-нибудь Вот, и после этого маршруты запускаются Ну, вот, в этом году, опять же, коль срок сместился, у нас все 29 заработали одновременно Важный момент, об этом много говорят, но хотелось бы подчеркнуть Постоянно подчеркивается, что пассажиры должны быть в масках Ну, в связи с текущей ситуацией Это у нас Вот, скажите, пожалуйста, какие указания на этот счет получили перевозчики Чтобы люди просто знали и понимали, что это не, скажем так, личная там прихоть водителя А это закон по большому счету Это главное у нас требование Вы знаете, что в городе и в области введен особый режим Вот в связи с коронавирусной инфекцией Для пассажиров общественного транспорта предусмотрен масочный режим И у нас эта информация доведена и до всех перевозчиков, и до всех пассажиров И когда мы давали новость о том, что начинается работа дачных перевозок Вот в самом начале этой новости было указано, что пассажир должен иметь маску Об этом всем сообщается, что без обид, без маски Лучше даже не приходите в автобус, вас никто не пустит Применительно к дачным автобусам эта ситуация понятная Потому что у нас, как это все устроено Подходит автобус к остановке Вот пассажиры обелечиваются на улице перед входом в автобус И потом попадают внутрь Соответственно, если мы видим, что пассажир без маски Мы его просто не обелечиваем и в транспорт не пускаем Но вот нужно поблагодарить наших пассажиров Вот мы особое внимание на это обращали Вот в первый же день работы 20 июня С утра проехали по нашим остановочным пунктам, откуда идет отправление Все пассажиры в масках Все к этой ситуации относятся с пониманием Установленные требования выполняют То есть мониторинг проходит и вы регулярно проверяете И уже можете оценивать ситуацию с обыдением масочного режима Да, что касается вот это же требование Оно распространяется и на наши регулярные городские маршруты То есть на общественный транспорт обычный Да, и метрополитен, и трамваи, и троллейбусы, и автобусы По всем видам транспорта тоже такое указание дано В метро вас без маски не пустят В трамвае, в троллейбусе и в автобусе Если выявляется пассажир, то ему предлагают покинуть салон Плюс у нас в постоянном режиме идут рейды С привлечением нашего департамента общественной безопасности С привлечением добровольной народной дружины Когда мы проходим по автобусам И если такие пассажиры выявляются Они покидают салон Мы это делаем сознательно, с подсветкой СМИ Потому что если кто-то думает, что вот можно там проехать Это меня не касается Это неправильный подход Установленные требования надо выполнять А много таких, кстати, выявляется, скажите? Ну, нужно сказать, что большая часть пассажиров Все-таки у нас выполняют Но мы не расслабляемся И эту ситуацию держим на контроле Кстати, Юрий Михайлович, такой вопрос может быть тогда даже неожиданный Скажите, а вот водитель, например Если у него в салоне окажется человек без маски Он как-то может пострадать? Я понимаю, что теоретически он как бы не виноват Потому что он занимается своей работой И человек сзади может вообще сделать все, что угодно Например, зайти в маске, ее снять и так далее На него какие-то могут быть санкции? На водителя и на кондуктора мы санкции не возлагаем Но это их обязанность В первую очередь кондуктора Потому что он в салоне находится И вот в непосредственном контакте И видит ситуацию, кто в маске, кто не в маске Вот этот вопрос тоже отрабатывать То есть на самом деле он проверяет, перепроверяет Это его одна из обязанностей Вот важный момент Это, скажем так, контакт людей Контакт людей друг с другом Контакт людей с кондуктором И в том числе контакт при покупке и продаже билета Вот чтобы минимизировать риски инфекции Ну, наверное, в идеале было бы Чтобы была полностью бесконтактная продажа билетов Наверное, это, ну, такой вопрос Еще немножко отдаленного какого-то будущего Ну, когда 100% это будет Но сейчас вот что в Самаре делается Для того, чтобы эта услуга для начала появилась Развивалась, становилась высокотехнологичной Удобной и даже, знаете, где-то модной Потому что вот ее нужно привить Нужно человеку объяснить, что удобнее вместо денег Ну, вот как-то телефоном и так далее заплатить Ну, здесь ситуация следующая На самом деле у нас достаточно давно функционирует Система электронных карт транспортных Которыми можно оплачивать проезд Но вот уже с начала 2019 года Эта система была существенно расширена И у нас во всем транспорте Стали приниматься бесконтактные банковские карты Это вот самое современное средство платежа Наверное, у подавляющего большинства людей Вот у кого сейчас зарплаты переводят на карточку Ну, то есть обычные стандартные банковские карты Эта карточка, она есть сегодня фактически у каждого уже Да, безусловно И любой картой любого банка Можно расплатиться в любом виде транспорта Это делается вот без физического контакта Карту надо поднести к терминалу для оплаты Это у нас была ситуация на прошлый год И в начале 2020 года мы, глядя на статистику Понимали, что у нас вот две трети всех пассажиров То есть большая часть оплаты проезда Идет именно по безналичному расчету Всеми видами бесконтактных карт Это в начале 2020 года В начале 2020 года Но, тем не менее, мы понимаем, что остается Вот эта там где-то треть еще Которая все еще пользуется наличными средствами И у нас, вы знаете, во-первых, специальный тариф утвержден Что если платить не за наличку, то выходит дешевле Мы сознательно стимулируем, чтобы пассажиры шли именно на этот вид оплаты проезда Потому что это просто выгодно Да, это просто выгодно, удобно Это не надо там инкассацию, не надо работать с деньгами Это все электронно, сразу фиксируется Соответственно, вы это в цену закладываете А какая разница, кстати, вот очень интересный момент Примерно, какая разница Три рубля у нас, 32 рубля за наличку 29 по безналу, да Во-вторых, у нас расширяется еще и функционал Вот в прошлом году в пятом маршруте трамвая у нас появились валидаторы У каждой двери вот заходит пассажир Можно также карточку или там телефон, часы у кого что есть Вот приложите к этому валидатору, он выдает билет То есть даже не надо вот искать кондуктора, у которого в руках этот терминал Но кондуктор сохраняется, кто хочет там по-прежнему, если приверженец исключительно наличной оплаты, она у нас тоже принимается В этом году, вот буквально в текущем месяце в метрополитене тоже заработают специальные такие терминалы, аппараты Ну вот, кто в Москве был, наверное, представляет, о чем идет речь Когда ты не в кассу стоишь и не у человека покупаешь билет там или жетон, или пополняешь транспортную карту А подходишь к терминалу, он принимает монеты, он принимает купюры, он принимает карты Он вот бесконтактный телефон, часы, то есть он любые виды Вот, и он позволяет либо приобрести жетон, либо, если есть транспортная карта, на нее деньги положить Ну вот, очень важный момент, на самом деле, вот хотелось бы еще раз подчеркнуть, что есть разница в цене И она складывается из того, что себестоимость этой поездки, оплаченной бесконтактно, она для перевозчика, для вас она дешевле И, соответственно, вы это показываете клиенту, вы это показываете пассажирам Конечно, мы это вот, когда у нас устанавливались эти тарифы, мы это всем широко говорили Что мы сознательно стимулируем безналичную оплату проезда Пожалуйста, все на нее переходите И мы видим, что доля тех пассажиров, кто платит по безналу, она действительно увеличивается Самара, к счастью, пусть и медленно, но возвращается к обычной жизни То есть мы постепенно выходим, выходим, выходим из ситуации с пандемией Как вы оцениваете то, что происходит с общественным транспортом на сегодняшний день? Какие территории хорошо укомплектованы маршрутами? Какие вы видите проблемы? Как вы их планируете решать? Ну, смотрите, здесь ситуация следующая Во-первых, что касается пандемии, у нас, конечно же, мы на себе ощутили С марта месяца, как только все вот это началось, когда появились там ограничительные меры Когда школьников, когда студентов отправили на дистанционное обучение Когда потом вот нерабочие дни по стране пошли У нас, конечно, пассажиропоток упал В апреле это было, ну вот, 25% от прошлого года То есть вместо четырех пассажиров мы везли одного То есть на 75%? Да В мае пошло возобновление, но по маю мы видим, что это 50% от прошлого года Процентов, половина Сейчас мы где-то вышли, ну, на 60%, наверное То есть еще это дело времени Потому что по щелчку пассажиропоток никогда не возобновляется Надо теперь его снова возвращать Вот что касается в целом городской транспортной системы То на сегодняшний день она запросам города и тех территорий, которые у нас имеются Она отвечает У нас есть все виды транспорта, которые обслуживают все городские территории Включая удаленные районы у нас И в прибрежные ходят автобусы И вот с прошлого года у нас в Волгарь 80-й маршрут пошел Да, за что вам многие благодарят Кошелев проект, у нас там максимальное количество автобусных маршрутов Автобусов на 67-м маршруте Самый насыщенный автобусный Ну, конечно же, целый город по большому счету Был вопрос с южным городом Но вот пока там по присоединению к Самаре не решено Там остается межмуниципальный маршрут Но и то мы там немножечко поучаствовали Потому что у нас в тестовой эксплуатации электробус Вот он работал по межмуниципальному маршруту до южного города Вот Но на достигнутом мы, конечно же, не останавливаемся Мы, во-первых, на перспективу смотрим И будем развивать транспортно-пересадочные узлы Это и пятилетка наша, где в одном узле завязывается железная дорога Трамвай, троллейбус, автобус Самара-арена, где тоже просится пересечение маршрутов На эти участки обязательно будем отрабатывать Министерством транспорта Чтобы межмуниципальные маршруты именно туда доходили По принципу Приехал пассажир в город до этой точки А оттуда ему удобно на любом виде транспорта Можно добраться вот прям куда ему надо Плюс у нас идет перспектива по Самарско-Тольятинской агломерации Вот сейчас Министерство транспорта заказало большую научно-исследовательскую работу Которая даст ответ, как должен быть организован транспорт именно внутри агломерации Возможно, там будут какие-то изменения маршрутной сети Возможно, какие-то применительно к тарифам Единый билет, может быть, нам проработают какой-то Вот к концу года эта работа должна быть сделана И потом нам, мы ожидаем, что доведут какой-то перечень Что мы должны из мероприятий выполнить, чтобы эту работу потом реализовать Именно в части Самары Наверное, Итальяти будет подключаться Может быть, еще какие-то территории Юрий Михайлович, предлагаю посмотреть сюжет И затем мы продолжим нашу беседу Строительство второго этапа мостового перехода Фрунденский в самом разгаре Дороги от улицы Шоссейной до границы Самары На участке протяженностью почти 8 километров Возводят в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги Сейчас на объекте ведутся работы по строительству двух транспортных развязок На улице Утевской и на Грозненской Возводятся стены рамповой части То есть идет монтаж опалубки, армирование Ну и последующее бетонирование будет производиться после монтажа опалубки Один участок уже готов 100% рамповой части Осталось только шапочный брус там выполнить на трех секциях На протяжении всего участка строительства ведутся дорожные работы и переустройство коммуникаций Ширина проезжей части будет 9,5 метров Это на 3 метра больше, чем было Пока рабочие трудятся на развязках только днем После того, как забьют сваи под опоры, работы будут вестись круглосуточно На участке ежедневно работают свыше 100 человек Это будет, я думаю, отличный объект, который разгрузит перекресток Если честно, очень удивился темпом работ, который задал подрядчик Потому что по сравнению с тем, что было два месяца назад, с тем, что есть сейчас Разница, конечно, колоссальная Новая автомобильная дорога обеспечит пропускную способность моста И дополнительный выезд из города со стороны Куйбышевского района Завершить работы планируют к осени 2022 года Реализация нацпроекта проходит по поручению президента страны Владимира Путина То, как ведутся работы, контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Всего в этом году запланирован ремонт почти 250 километров дорог Юрий Михайлович, итак, вот мы увидели сюжет И важный момент, который хотелось бы обсудить За Фрунзенским мостом во время работ были демонтированы троллейбусные провода Этот вид транспорта, соответственно, перестал там ходить Недавно запустили перевозку людей на автобусе Этот автобус теперь будет постоянно ходить? У нас действительно на шестом троллейбусном маршруте Вот из-за демонтажа контактной сети троллейбуса ходить перестали Вот этот маршрут обслуживает у нас Куйбышевский район В том числе улица Грозненская, там поселок Волгарь заходит И этот маршрут в том числе позволяет ездить пассажирам с применением всех видов льгот По всем льготам Для того, чтобы эта возможность у людей сохранялась Мы временно этот маршрут перевели на автобусы Сейчас там работает автобус, который тоже со всеми видами льгот выполняет перевозки Срок этой работы Вот мы здесь привязаны к товарищам-строителям Мы для себя понимаем, что это ориентировочный год Там плюс-минус, как они работы свои закончат После чего на этот маршрут вернется троллейбус К тому времени мы предполагаем еще, что у нас будет закончен проект И мы его реализуем в части троллейбусной сети Для того, чтобы этот троллейбус мог ходить не через старый мост по улице главной А через новый Фрунзенский мост Там, где есть для этого все условия Но произойдет это не раньше, чем работы будут завершены То есть в любом случае нужно понимать главное Что люди, которые там живут, они без общественного транспорта не останутся Они не забыты Либо троллейбус, либо автобус Автобус уходит, появляется троллейбус Такого, чтобы ни того, ни другого не было Нет, такого не будет Но плюс надо помнить, там есть вообще-то и другие маршруты То есть даже если что-то там вдруг случится И вот не будет ни шестого троллейбуса, ни шестого автобуса Это не означает, что все, у нас там район отрезан, изолирован, транспорта нет Там есть и другой транспорт Но у этого маршрута есть свой пассажир И для этого пассажира мы эту возможность предоставляем Юрий Михайлович, вы уже сказали о том, что режим самоизоляции резко снизил пассажиропоток Соответственно, резко снизилась выручка Вот по вашей оценке транспортная отрасль в этой ситуации нуждается в поддержке И какие меры предполагаются? Ну вот исходя из тех показателей, которые я называл Как у нас произошло падение в апреле, как произошло в мае И как мы не восстановились до настоящего времени Конечно, поддержка необходима Потому что транспорт фактически работает в своем привычном режиме Он выполняет ту транспортную работу, которую выполнял и в этом году, и в прошлом году, и ранее Но выручка при этом поступает в меньшем объеме, потому что просто меньше пассажиров мы везем В этой ситуации, безусловно, поддержка необходима И, к счастью, соответствующие решения на всех уровнях власти уже приняты У нас в мае появилось постановление правительства Самарской области о дополнительных мерах поддержки В июне тоже такое постановление вышло на уровне администрации города Этими документами предусматривается предоставление субсидий Вот именно на транспортную отрасль, как на пострадавшую от сложившейся ситуации И эти субсидии, они в том числе помогут вот этот тяжелый момент пережить Соответственно, отрасль сохранится? Да, конечно же, вот с учетом тех мер поддержки, которые принимаются Транспорт у нас никуда не денется Он будет работать и дальше Коронавирус, не коронавирус, а расписание выполняется Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу Вот на этом давайте поставим многоточие В любом случае, расписание будет выполняться Спасибо Напоминаю, в нашей студии был заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Юрий Тапилин Удачи на дорогах, берегите себя До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова